МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И получи приз. Наши коллеги объявили конкурс на самое лучшее поздравление к двухлетию радиостанции. Здравствуйте! С главными событиями познакомлю вас я, Иван Никонов. Губернатор Нинецкого округа Александр Цибульский провел прямую линию с жителями региона. Формат встречи новый через социальную сеть ВКонтакте. Но, как показал первый опыт, он вполне успешен. Вопросы на прямую линию стали поступать от жителей за сутки до начала прямой линии. Их было более 200. Они касались жилищной сферы, строительства дорог, газификации населенных пунктов округа, образования, здравоохранения и других тем, которые волнуют жителей Нинецкого округа. Сеть ВКонтакте является одной из неиболее популярных в нашем округе. Поэтому мы приняли решение проводить с определенной периодичностью, если сегодняшний опыт окажется успешным, такого рода встречи. Это вызвано в первую очередь тем, что довольно большое количество людей уже записались на встречу со мной. И, конечно, физически уже эти сотни людей, которые стоят в очереди, мне уже просто неудобно, что мы не сами откладываем эти встречи. А такого рода общения может быть в том числе альтернативной возможности ответить на наиболее актуальные вопросы. Прямая линия длилась один час. По ее итогам Александр Цибульский отметил, что не на все вопросы успел ответить, но обязательно ответит в ближайшее время. В субботу в Наринмаре пройдет первый женский арктический форум, на котором обсудят вопросы лидерства, спорта, детства, проектной деятельности, активного долголетия. На форуме выступят женщины-спикеры, достигшие успехов в различных областях и сферах жизни. Среди них члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, представители федеральных министерств, исполнительных органов власти, деловых кругов и бизнеса, а также общественных и благотворительных организаций. В частности, в рамках форума запланирована панельная дискуссия, женский парламентский диалог. По окончании работы форума будет подписана резолюция, которая определит дальнейшие направления работы данной площадки. Ненецкий округ окажет государственную поддержку в проведении познавательных физкультурно-спортивных мероприятий в сфере туризма. Собрание депутатов приняло в двух чтениях поправки в закон о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с ними расширяется перечень деятельности социально ориентированных НКО, которым может оказываться господдержка. Данная норма принята в целях реализации послания президента. Органам исполнительной власти субъекта надлежит обеспечить поэтапный доступ социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющий деятельность социальной сферы бюджетным средством, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, исходя из целесообразности доведения им до 10% средств, предусмотренных на реализацию соответствующих программ субъектов Российской Федерации. Согласно изменениям в закон округа, включена деятельность по организации и проведению рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных мероприятий в сфере туризма. Вопросы подготовки и поддержки специалистов в сфере образования обсудили депутаты окружного парламента и руководители сельских образовательных учреждений. Встреча состоялась в Ненинском аграрно-экономическом техникуме. Как отметила законодатель Наталья Кордакова, на таких встречах есть возможность открыто поговорить о волнующих проблемах и обменяться мнениями. Так, в рамках обсуждения вопроса о нехватке узкопрофильных специалистов в сельских образовательных учреждениях прозвучало предложение о начислении приезжим специалистам из других регионов в населенные пункты округа всех северных надбавок с даты принятия на работу. Также участники обсудили вопрос о размере денежной компенсации на коммунальные затраты на селе. Учитывая условия Крайнего Севера, прописанный законопроектом размер в 1200 рублей в месяц, не может удовлетворить абсолютное большинство педагогов. По итогам встречи будет сформирован список предложений от сельского образования, которые касаются как законодательных инициатив, так и возможных дополнительных мер поддержки учительства. Депутаты окружного собрания во втором чтении приняли закон о порядке определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий. Принятие данного закона обусловлено необходимостью приведения в соответствии с федеральным законодательством. Закон направлен прежде всего на благоустройство территорий как сельских населенных пунктов, так и города Наринмара и поселка Искателей. В соответствии с требованием федерального законодательства данные зоны необходимо определить для того, чтобы собственники содержали в чистоте прилегающей территории к данным объектам. Это касается территорий магазинов, котельных, бань, детских площадок, организаций, учреждений. Органы местного управления в соответствии с правилами благоустройства своих территорий смогут определять, каким образом эти территории будут сформированы. И в дальнейшем собственники зданий, сооружений, земельных участков будут следить за чистотой этих территорий. Обсуждался вопрос широко и с органами местного управления Заполярного района, и с городом Наринмаром. Были спорные вопросы, но нам удалось принять консолидированное решение. Я думаю, что с июня месяца данный закон у нас заработает. Площадь прилегающей территории будет определяться по специальной методике расчета, которая будет разработана позднее профильным департаментом. В Ненецком округе завершен комплекс проверок в сфере эксплуатации и ремонта внутридомового газового оборудования. Проверки проходили с января текущего года. В ходе комплекса проверочных мероприятий Государственная инспекция строительного жилищного надзора проконтролировала работу как специализированных организаций, которые непосредственно занимаются обслуживанием газового оборудования, так и управляющих компаний и ТСЖ. В ходе проверок было выявлено 46 нарушений. Их основная часть приходится на специализированные организации. Это невыполнение полного объема работ по обслуживанию газового оборудования, отсутствие планирования, нарушение порядка уведомления жителей о проведении работ по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования. Для устранения нарушений инспекции было выдано 10 срочных предписаний. Данная работа у нас проводится систематически, и она у нас действительно является одним из приоритетных направлений работы. Мы эту работу продолжим. Конечно, у нас есть и предложение, как можно модернизировать, улучшить эту работу. Мы подготовили комплекс рекомендаций и хотим провести тоже собрание со специализированными организациями, чтобы им дать такие предложения. Ну и тоже со своей стороны хотелось рекомендовать самим жителям тоже проявлять контроль, то есть как у них проводятся работы по квартирам. Если есть нарекания, то сообщать в инспекцию. Добавлю, при проверке внутриквартирного газового оборудования следует обратить внимание на работу сотрудников. Они должны полностью осмотреть газовое оборудование, разобрать его, провести необходимые мероприятия и собрать заново. Как отмечают в инспекции, особое внимание жильцам следует уделить акту о выполненных работах. Подписывать его стоит только после внимательного изучения. Жительница Наринмара приобрела путевки на курорт на неизвестном интернет-сайте и потеряла деньги. Впрочем, началось все вполне убедительно. Подписание договора, выставление счета и оплата. Правда, сказка «Отдых в Крыму в летний сезон» за 18 тысяч рублей длилась недолго. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина написала заявление в полицию. В свой долгожданный отпуск Елена Гафурова планировала заранее. Просмотрев множество вариантов, в итоге остановилась на Черноморском побережье. Женщина решила искать путевку в интернете, ввела запрос «Отдых в Крыму». Поисковик выдал целую россыпь различных мест отдыха. Больше всего Елене понравился пансионат «Волга» в селе Приветное. Ну, в общем, выбрала, зашла на этот сайт и, как обычно, посмотрела все фотографии, которые есть, там рассказывают, что предлагается, допустим, какой пляж, какие условия проживания, то есть это номера все были показаны, столовая, где вот это все тоже было все показано, и были пересечислены услуги, предлагаемые для отдыха. Елена решила забронировать место, заполнила все необходимые данные. Стоимость путевки составила 25 тысяч рублей. Причем сумму можно было уменьшить. Если ты делаешь, допустим, предоплату 50%, у тебя такая-то скидка, 100% такая-то, и, естественно, цена меняется. Итоговая стоимость путевки составила 18 тысяч. Затем менеджер лжепансионата отправила Елене реквизиты для оплаты и договор на оказание услуг. Женщина перевела деньги и через некоторое время решила связаться с представителями Волги. Но телефоны уже были недоступны. Заблокировали и адрес электронной почты. Пропал и сам сайт места отдыха. Стала именно искать другими путями, ну то есть, чтобы выйти на этот сайт, с которого... И случайно увидела, кто-то пишет, что его также люди обманули, что вот этот сайт – это мошенники. Впрочем, как выяснилось, пансионат «Волга» действительно существует. Мы связались с его директором. По словам руководителя, Елена стала не единственной жертвой мошенников. Люди пострадали по всей России. Уже в 340 шведов не отправил. Это и Московская область, и Питер, и Казань, и Семень, и Сахалин. Вся Россия присылают письма и просят проверить, есть ли такая бронь, какой-то ваучер. Волга пансионат никогда никому не задавал никакие ваучеры. У нас никогда не было все включено – шведский стол, спиртное, без ограничений. Схема, которую используют мошенники, очень простая. Злоумышленники продвигают сайты-двойники в поисковой системе, размещая их на первых страницах запросов. Конечно, первым делом интернет-пользователи переходят именно туда. В преддверии наступления сезона отпусков Управление ВД России по Ненецкому автономному округу рекомендуют жителям округа использовать проверенные сайты туроператоров, а также использовать туристические агентства при непосредственном посещении. Только в этом случае безопасность ваших финансов гарантирована, и отпуск не будет испорчен. Любовь Пермякова, Олег Сахаров, Игорь Тарасевич, Телеканал «Север». В Ненецкий округ в рамках региональной недели прибыл депутат от фракции ЛДПР Государственной Думы России Ярослав Милов. В рамках своего визита он провел встречу с активом партии, депутатским корпусом, а также выехал в село Тельвиска для встречи с творческими коллективами. О том, как прошла встреча, расскажет Наталья Кислякова. Визит депутата Госдумы в Тельвиску начался с экскурсии по социально-культурному центру «Престиж». Его руководитель Галина Дуркина рассказала о деятельности учреждения, показала заслуженные награды и различные подарки. Копилку президентов пополнил Ярослав Милов. Государственное доброе. В стиле, в русском стиле. После ознакомительной – культурная программа. Своё мастерство депутату демонстрируют лошкари из прославленного ансамбля «Ладушки». Недавно ребята вернулись из Калининграда, где покорили сердца жюри конкурсы «Золото-Балтики». Увиденным гости остались довольны, отмечая, что не каждый раз можно посмотреть, с каким энтузиазмом ребята играют на традиционных русских инструментах, а особенно на ложках. Ярослав Милов признаётся, такое виртуозное исполнение он видит впервые и рад, что молодёжь занимается возрождением народных традиций. Это самый достойный пример, как в каждом муниципалитете необходимо организовывать досуг и культурно-духовно-нравственно-патриотическое творческое развитие, особенно нашего подрастающего поколения. Благодаря Галинине Саня Дуркиной, которая очень много лет своей жизни отдала для того, чтобы этот центр существовал, она его поддерживает. Это её родной дом, её родная семья, и видно, с каким энтузиазмом, с каким желанием она всё делает. Это самый достойный пример тому, как надо хранить, оберегать и развивать нашу культуру, нашу историю и позволять нашему творческому общественному потенциалу раскрываться. «Престиж» работает более 80 лет. За это время организовалось 20 клубных формирований – от певцов до театралов. Ни одно важное событие не остаётся незамеченным. Сотрудники Дома культуры строят работу так, чтобы организовать досуг для всех жителей и гостей села Тельвиска. «Мы всегда гостям рады. У нас всегда такие хорошие, тёплые отношения. Не важно, кто пришёл. Любой гость какой-то страны или, допустим, нашей глубинки, мы всем рады. Поэтому всё очень спокойно, всё достойно. Считаю, пожалуйста, для нас, для мы, для всех открыты». В свою очередь Ярослав Нилов пообещал направить обращение со словами благодарности и восхищения тем, как организована работа в Телевисочном социально-культурном центре министру культуры Владимиру Мединскому и главе региона Александру Цибульскому. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, телеканал «Север». 1 апреля радио «Север-ФМ» отметит день рождения. Два года с момента первого выхода в эфир. К этой дате наши коллеги запустили конкурс на лучшие поздравления. Оставьте своё поздравление на странице радио «Север-ФМ» в комментариях под закреплённой записью с хэштегом «Север-ФМ два года». Итоги конкурса будут подведены 1 апреля в прямом эфире. Скоро наше радио «Север-ФМ» отметит день рождения. Два года с момента первого выхода в эфир. И мы решили запустить конкурс на лучшее поздравление. Вы можете рисовать, снимать, писать, фотографировать, петь. Формат выбираете вы сами. Авторов самых креативных и забавных вариантов ждут подарки. Причем подарки очень классные и дизайнерские. В Архангельске проходит 17-й открытый региональный конкурс юных пианистов. В нем участвуют 6 учеников детской школы искусств Ненинского округа. Шанс поучаствовать в престижном музыкальном состязании, которые проводятся раз в три года, получили те ребята, которые прошли региональный конкурсный отбор. Это Рита Горбонос, Максим Сумароков, Арсения Рыбакова, Степан Куличенко, Ира и Александра Жексымбаевы. Как пояснила директор детской школы искусств Ненинского округа Ирина Пудовкина, это один из самых сложных конкурсов, поскольку на нем дети исполняют не просто два произведения, а сначала проходит первый тур, а только потом допускается или не допускается до второго. В финал проходит лишь половина участников. В финал прошли пять из шести окружных пианистов. Итоговые результаты конкурсного отбора станут известны 30 марта. Поездка ребят стала возможной благодаря финансовой поддержке со стороны партнеров Харягинского СРП, оператором которого является зарубеж «Нефть добыча Харяга». Недропользователи оплатили проезд и проживание участникам конкурса и их преподавателям. Ненинский округ присоединится к ежегодной акции «Час земли». Она пройдет 30 марта с половины девятого вечера до половины десятого. В рамках акции жителям во всем мире предлагается выключить свет на один час, чтобы показать, что их волнует будущее планеты. Основная цель акции – привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к окружающему миру. Как сообщили в Департаменте природных ресурсов, экологии АПК НАУ, свое участие в акции уже подтвердили ряд организаций округа. В частности, планируется отключить подсветку Дворца культуры Арктика. Сегодня «Час земли» – это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимает участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 180 стран и почти 7 тысяч городов. В России она проходит с 2009 года и в ней принимает участие порядка 20 миллионов человек. Акция традиционно проводится в последнюю субботу марта. Такова информационная картина к этому часу. Новости вы сможете посмотреть на нашем сайте адрес trksever.ru Далее смотрите прогноз погоды.